Мы попадаем в 60-е годы в основном. Здесь, конечно, каждый найдет предмет, может быть, начало 70-х. Можно было в магазине купить мультфильм на 8-миллиметровой пленке. Архив Ирины Алферовой и Александра Абдулова в 80-х годах. Киномузей. Создатель музея – коллекционер Валерий Рубцов. Музей о кинолюбителях и профессионалах советского, российского, мирового кино. Разные эпохи, жанры. Эта часть экспозиции посвящена домашней фильмотеке. Так смотрели художественное кино и мультфильмы «Советские дети». Ну и дома на кинопроекторе. Если семья позволила себе кинопроектор или монтажный столик, можно было в магазине купить мультфильм на 8-миллиметровой пленке. В принципе, достаточно доступный. Например, вот этот стоил 6 рублей 70 копеек. Всего-навсего. Музей вырос из частной коллекции. Долгие годы все эти экспонаты хранились дома. И только в 2018 году Валерий получил в аренду этот старинный особняк 19 века. Дом Мещанки Пелагееву-Тузовой. До революции здесь был обувной магазин и мастерская, а сейчас самый молодой негосударственный музей Новгородчины. Два этажа, залы с экспонатами. От истории создания первых кинокамер и кинопроекторов до расцвета киноискусства. Да, и в Советском Союзе кинолюбители снимали свое домашнее кино. Пик интереса пришелся на 60-е и 70-е годы прошлого века. Ну, в основном это, конечно, 60-е. Мне хотелось показать именно такое начало кинолюбительства. Самые первые годы, когда у нас в стране появилось кинолюбительство. Ну, это типичная обстановка советской квартиры того времени. Они с типичной полированной мебелью, с абсолютно типичными предметами. Те, которые можно было увидеть в то время, в те годы, в любой абсолютно советской квартире. Появлялись и свои кулибины. Фабричное кинооборудование дорабатывали, усовершенствовали, приспосабливали. Кассеты были маленькие, для кинопленки входило немного. Один вот мастер приделал к нашей советской кинокамере такой вот бокс для пленки от ГДРовской большой камеры. Получилась такая вот полупрофессиональная, можно сказать, любительская камера. Здесь есть даже клеймо мастера, которое было сделано в городе Воркута. Мастер Лукашов Н.Я. Город Воркута, 1968 год. Музей открыли только весной в 2018 году. Приходят группами новгородские школьники и студенты. Тут можно все потрогать, все попробовать, увидеть, как жили наши родители, как жили наши бабушки, дедушки. Как вообще все это зарождалось, как кино появилось, как актеры, все известные актеры советские. Можно тут увидеть, это очень интересно. Впечатление просто, восторг. Но все экспонаты не помещаются в киномузеи, и сегодня часть коллекции Валерий хранит дома. Эти кинокамеры еще ждут своего часа. Сейчас в частной коллекции более тысячи раритетных и уникальных экспонатов. Ведь покупать камеры Валерий начал более 10 лет назад. Приобретал на интернет-аукционах или в антикварных магазинах. А что-то и подарили новгородцу. Даже звезды советского и российского кино помогли в создании музея. Но эти предметы из личного архива киноактеров еще хранятся в фондах. Это кинопленка с монтажного стола. Это первые копии этих фильмов. Например, «Обыкновенное чудо», «Храни меня мой талисман». Это другие фильмы, в которых снимались Александр Абдулов и Ирина Алферова. Они на память брали для себя с первой копии, режиссерской первой копии, части этого фильма. И вот так получилась такая коллекция из десятка фильмов. Экспозиция в старинном особняке – это часть работы музея. Несколько раз в год кинокамеры, кинопроекторы, пленку грузят в ящики и перевозят из школы в школу. Детям из районов Новгородчины не попасть в областной центр. Поэтому частный музей приезжает к ним. Передвижные киновыставки посвящены работе операторов на войне или съемке кинохроники в космосе. И здесь коллекционеру помогает семья. Сын Роман даже освоил профессию экскурсовода. Знакомим детей с кинотехникой того времени, при этом не только советской, американской, японской, немецкой. О великой, как мне кажется, роли журналистов, военных корреспондентов. Вопросы очень часто задают по кинопленке, что это такое, как раньше работали. И, наверное, самый такой часто задаваемый вопрос – как раньше могли на такую маленькую пленочку снимать, насколько это хватало, так как даже самая большая бобина с кинопленкой хватала максимум на 10-15 минут. И как из этого делали огромные большие военные фильмы. Киноискусство в Советском Союзе было недоступно многим товарищам. Оборудование сноило баснословно дорого. Только за саму камеру нужно было отдать две месячные зарплаты. А ведь приходилось покупать еще бачки для проявки пленки, реактивы, кинопроектор. В киномузее воссоздан типичный магазин кинотоваров. Можно увидеть реальные цены. Киномузей – это не бизнес. Возможность показать некогда домашнюю богатую коллекцию туристам и новгородцам. Киномузей – это не бизнес. Киномузей – это не бизнес.